Мы подготовили основание. Кварцевой грунтовкой прошли основание. После высыхания нанести первый слой пункт санитарской штукатурки. Заглаживаем его максимально гладко, чтобы не было ни рубаков, не было ни пропуска. Потом последующие слоя должны относиться на идеально гладкое основание, чтобы уменьшить расход материала и сделать зеркальную поверхность. Начинаем. Набираем немного количества материалов на шпатель. Берем обычную трапецию. Материалы минимальное количество и аккуратно, разноплановыми масками начинаем выносить. Аккуратно накладываем материал. Особо не усердствую. Это второй слой. Он тоже считается базовым. Идеально нужно будет выводить третий слой материала после полирования. Сейчас равномерно накладываем. Потом все наши мазки максимально. Чем больше их будет на поверхности, будет лучше. Каждый мазок потом при полировании будет виден. Поэтому тут маленькими и небольшими масками намерно отставляем материал. Вот мы нанесли второй слой. Слегонца его приглаживаем. После чего будем высохнуть. После подсыхания он посветлеет и мы будем насекретить слой. Берем материал понемножку. Берем сразу губку, чтобы было под рукой мокрое, чтобы постоянно были чистые шпателя. Минимальное количество. Начинаем так же выпирать. Наносим небольшой кусочек. Вытираем хорошо шпатель, чтобы он не цеплял ни за что. Аккуратными движениями проводим сверху вниз. Сильно не давим. Все. Продолжаем дальше. Нанесли, пригладили. При приглаживании шпателем особо не давим. Материал акриловый, наполировывается очень легко. Основное полирование будем делать после полного высыхания. Движение аккуратно. Сильно не давим. Материал уже по юристым слоям начинает скользить. Работается очень легко и непринужденно. Постоянно вытирайте шпателя, чтобы были чистые. Все материалы съедала. Фирма сделала такое качество материала, что любой даже начинающий строитель может легко с ним работать. Материалы все очень долго сохнут. Дает возможность спокойно, не спеша работать. Все. Третий слой мы нанесли. Даем возможность его поставить высохнуть. После чего обычным шпателем, стальным, плавными движениями будем его полировать. После полировки винтовок. Итак, третий слой подсох. Начинаем полирование. Берем стальную кельму. Специально предназначен для Венецан. И аккуратными движениями, гранью, плавненько, начинаем его протирать. Вот у нас сразу начинает проявляться фактура. Аккуратными движениями наполированный материал, сразу видно все слоя, что мы наносили. При финишной полет выходит наверх. Все. Если посмотреть сбоку, видно видно. Глянемся. Видно видно. Все. Даем материал отдохнуть. После чего заносим воск. Глянемся вам. Берем столистый шпатель. Кому какой нравится. Берем брус. Тонкие слоем равномерно ночью. Вот сразу видно его нанесение. Материал пропитывается. Темнеет. Значит это место. Вот пропал. Удобит нанесение. Воск очень мягкий. Вносится легко. Нанесли. И сразу подполировали его сверху. Воск тоже фирма Фигенал. Супер блеск. Наш патрио делается хорошо. Материал густой. И нанесение равномерно распределяется. Уносим спокойно. Материал равномерно распределяется. Больше чем надо не останется. И подполируем. Спитывает хорошо. Равномерно. И полируем. Все. Венецианка взяла необходимое количество водка из себя. Равномерно. Со стороны просмойт. Видно хорошо блеск. Сейчас материал немножко подсохнет. Устроится. Наполируем тряпочку. Снимаем моряку. Для полировки берем обычное полотенце. И аккуратными круглыми движениями натираем. Поехали. Рыбок. И курина. Рыбок. Все. Поехали. Рыбок. Вот. А вот. Продолжение следует...